Цены не взлетели. Я бываю в Крыму провожу форумы и могу сказать, что там особого взлета цен нет, но только на продукты питания, поскольку они выровнялись с общероссийскими. Вообще, конечно, то, что сейчас у нас нет возможности поехать в Турцию и Египет, это очень плохо, поскольку я считаю, что отдых у моря – это священное право каждого российского гражданина. Я даже думаю, может быть, записать это в конституционные права российских граждан, иметь возможность отдыхать у моря. Я думаю, что российская правительство добьется того, чтобы, во-первых, был открыт Египет, а во-вторых, чтобы были открыты другие массовые направления у теплого моря. Кроме того, мы, конечно, должны развивать инфраструктуру туристическую в своих регионах теплого моря. Крым, например, пространство между Алуштой и Судаком – огромные пространства. Их можно великолепно развивать, застраивать отелями. Просто нужно не ждать, пока невидимая рука рынка придет и все сделать, а делать это в рамках сильных, мощных государственных программ. То же самое касается Краснодарского края. Побережье Азовского моря вообще практически очень мало застроено. Затем пространство в сторону Лазаревского, Туапсея, в этом районе. Там тоже очень огромные возможности того, чтобы наши люди ездили отдыхать именно у нас на берегу теплого моря. Плюс нам нужны договоры со странами, в которых мы могли бы, наши туристы, летать и отдыхать нормальным образом. И ряд стран, достаточно южных, могут такие договоры сделать. Например, остров Киш в Иране. Огромный остров, Персидское море, тепло очень долго. Можно сделать по-настоящему такой, знаете, русский уголок, сразу имея большие проекты. Или, например, в Тунисе и Алжире. Ну, в Тунисе были, так сказать, некрасивые вещи. Знаете, но если туда, по договору с правительством Туниса, высадить российскую морскую пехоту, которая ограничила бы 20-30 крупных отелей, куда бы ездили бы наши люди, поверьте мне, под защиту российской морской пехоты приехали бы не только российские туристы, но и многие туристы европейских стран. Просто энергичнее нужно делать это. Глава Ростуризма не обладает достаточным политическим ресурсом договариваться о том, чтобы для наших туристов были открыты и защищены такие по-настоящему серьезные зоны, это должен премьер-министр. Это его непосредственная обязанность. И мы надеемся, что Дмитрий Анатольевич реализует эту свою обязанность.